Продолжение следует... Продолжение следует... Метро – это объект повышенной опасности. Мы сейчас повторили с вами знаки, но я все-таки хочу убедиться, чтобы все четко их запомнили. Перед вами рабочие листы. Правильно. Рабочие листы, на которых изображены знаки. Ваша задача – обвести в кружки знаки, которые мы применяем в метро, исполняем. Ты должен взрослого держать за руку. Значит, мы обводим этот знак. Я только не знаю этого знака. А его мы применяем не в метро. Сашенька, скажи мне, пожалуйста, какие ты знаки отвела? Что нельзя бежать по эскалатору. Надо всегда поднимать шубу, чтобы избежать зажила одежды. И надо всегда держать маленького ребенка на руках. А вот этот знак, когда ты применяешь? Когда мы будем применять? Мы будем его применять, когда мы прислонились к двери поезда. Так нельзя. Так нельзя. Поэтому он, видите, что сделал? Когда двери открываются, мы, если вот так, можно свалиться. Да, вот так. Можно свалиться. Поэтому это запрещающий знак, да? Да. Он зачеркнут. Нельзя прислоняться к дверям. Мы подготовлены отправиться в путешествие. Хотите? Да. Хотите? Настоящий. Конечно, настоящий. Поэтому мы так и готовимся серьезно. А что, ребята, вот мы и добрались с вами до метро. Ребята, а почему говорят, что столичный метрополитет? Почему так говорят? Столичный. У меня уже не столичный. А какая столичная? Москва. Москва. Правда. Поэтому столичное метро московское. Самое красивое в мире. И вот мы и дождались, что у нас в Домске за последние два года построилось три станции метро. Первый – это Шулебино и метро-котельники. Ребята, а вообще метро у нас старинное. И метро в 1935-м еще началось строиться. Когда началась Великая Отечественная война, метро наше не прекращалось строиться. Котельники называется наше метро. Но не просто так его назвали – котельники. А существует легенда, что в это время, в 1380-м году, здесь проходило поиск благодаря Дмитрия Донского. И когда они остановились на привал, чтобы отдохнуть, они стали варить себе пищу в огромных котлах. С тех пор это село и называлось Котельники. Было село, потом город, а потом и метро так назвали. По названию этого села Котельники. Итак, мы начинаем свое путешествие в метро. Мы с вами подошли в ходу в метро. Мы шли по постельному переходу, внизу свестились. И вот подошли в ходу в метро. Итак, ребята, давайте вспомним. Мы с вами в каком области живем? Йога Восточный. Ребята, для того, чтобы хорошо ориентироваться в метро, люди придумали схему. Посмотрите. Я сейчас вам расскажу переход на схему метро. Мы сейчас находимся с вами в юго-восточном округе. Крестиком отмечено. Посмотрите, где мы находимся. Мы нарисовали здесь с вами север, юг, запад, восток. Мы находимся на юго-восточном. Да, вот это метро Котильм. Мы собираемся на седьмой метро. Сиреневая ветка метро. Да, на станции Котильм. Сейчас мы с вами опять вспоминаем правила. Мы держимся за руки и будем очень внимательны, правда? И сейчас мы пойдем через турнике. И будем спускаться на платформе. А как мы спустимся? Что за лесенка чудеса? Эска-палата. Молодцы, ребята. Умники. Хорошо. Ну что ж, путь. Посмотрите, пожалуйста, что за линия зажглась на крае Берона. Что, по-другому? Полоса безопасности. Правильно, полоса безопасности. Скажите, для чего она нужна? Чтобы не свалиться. Чтобы не свалиться. Правильно. Посмотрите, ребята. Подошел поезд. Вот этот ядер мешает. Посмотрите, за полную остановку. А вот тут же он прошел. Вот открылся, открылись двери. Тогда только можно входить. Видите? Полоса сплошная исчезла. А сейчас я немного хочу рассказать вам об этой станции. Эта станция, ребята, придумана архитекторами. А построена строителями метрополитена. Метростроевцами. Посмотрите, ребята, какая станция красивая. Стены сделаны из мрамора. Из красного хранита. Посмотрите, какой пол. Ребята, обратите внимание на колонны. Которые, посмотрите, как их много. Они сделаны из нержавеющих стали. Они очень крепкие. А давайте посмотрим, какие же они огромные. Какие же они, посмотрите, толстые. Давайте посмотрим. Возьмемся за руки и посмотрим. Итак, ребята, как вы думаете, что же я вам здесь нарисовала? Метро, смотрю. Метро, котельники. А вот это что такое? Это рельсы. Вот это что, ребята? Это платформа. Это означает, что поезд едет туда и приезжает. Правильно, едет куда? Куда-то? В Москву. А потом в Москву. Правильно, ребята. А как мы узнаем направление нашего поезда? Когда в Москву едем? Посмотрим, куда? Мы посмотрим на стены и увидим. Посмотрите, сколько станций впереди. Значит, поезд оттуда поедет в какое направление? Москвы или из Москвы? В Москву. В Москву. А ты, Никит, как ты думаешь, вот тот поезд на этой платформе поедет в Москву или из Москвы? В Москву. В Москву. Потому что, посмотрите, сколько у нас еще предстоит проехать станций. А здесь мы в каком направлении будем? Поезд приедет. Откуда? Из. Откуда, Егорушка, сейчас поезд приедет? Из Москвы. Из Москвы. Из Москвы, правда. Все, приехал. Приехал, молодец. Ребята, как вы думаете, что это такое? Поезд. Это вагон поезда. Видите здесь? Что мы видим? Мы с четыре двери приехали. Не так давно в Москве проходил конкурс краски метро. По эскизам победителей были разукрашены вагоны, которые вы можете встретить в подземке. Давайте и мы попробуем себя в роли художников и подготовим свои эскизы. До дела. Мы имел. И мы вам поезд. Каждая станция московского метро оснащена информационной стойкой, которая расположена в центре платформы. На ней две кнопки. Первая – информационная. Нажав её, можно связаться с диспетчером и задать любой вопрос. Например, как добраться до какой-нибудь станции или где сделать пересадку на другую линию. Вторая кнопка – СОС. И нажимают её в экстренных случаях, когда нужна кому-нибудь помощь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Журебина. Что тебе больше всего запомнилось? Чтобы лезть в перерыв. Голка, скажи, пожалуйста, тебе понравилось наше путешествие? Очень. Что тебе больше всего понравилось? Я тебе понравилось. Ребята, вам понравилось наше путешествие? Да. Ещё пойдёте? Да. Мне понравилось, как мы роды прошли, мы боимся. Да, да. Здорово. Егор, а тебе что больше всего понравилось? А мне понравилось. Мне понравилось, как мы катались. Ещё знаете, что нового есть на новых станциях метро? Сейчас каждая станция новая оборудована лифтом. Людям, которым трудно подниматься по лесенке, или родителям с колясочками, с маленькими детьми, они могут вызвать и выйти на поверхность нашего города. Ребята, наше путешествие закончено. Понравилось вам путешествовать по Московскому метрополитену? Да. Правда? Красивое метро. Да, да, да. Как называлось метро, в котором мы путешествовали? Котельники. Котельники. И Жулевина. И Жулевина. Красивое станции метро. Молодцы. А теперь мы идём, возвращаемся в детский сад. Мне нужно... До свидания. Помашите, пожалуйста. Детский путеводитель по Московскому метро. Станция метро, проспект Вернальского. Здесь вы можете посетить детский музыкальный театр имени Натальи Сац и Новый цирк. Лучший магазин для всех детей. Детский мир. Станция метро Лубянка. Чтобы прокатиться на самом большом колесе обозрения, надо доехать до станции метро Вейденха. Если вы хотите погулять по Красной площади, вам нужно доехать в самый центр столицы. Станция метро Александровский сад. На берегу Москвы реки стоит Золотоглавый собор, храм Христа Спасителя, гордость каждого москвича. Добраться до него можно, доехав до станции Кропоткинская. Метро Баррикадное. Сюда вы можете приехать, чтобы посетить московский зоопарк. Вы любите клоунов, дрессированных животных, жонглеров и акробатов. Значит, вы непременно должны побывать в старом цирке Юрия Никулина. Станция метро Цветной бульвар. Друзья, этот водитель по московскому метро вы можете продолжить сами.